Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. В ЛАО введен локальный режим ЧС. Волны разбили большую часть набережной. Оценить ущерб прибыл глава Сочи. Школа в Верхней Беранде. Новый учебный год встретят уже с учениками. Впервые здесь появится и детский сад. Украл и стал звездой интернета. Камеры видеонаблюдения помогли быстро вернуть товар в строительный магазин. В Сочи появились еще четыре искусственных почки. Оборудование для диализа установили в 4-й горбольнице. В Сочи в ближайшие сутки ожидается мокрый снег. На дорогах гололедится ветер местами до 17 метров в секунду. В предгорной зоне возможно налипание снега на провода и деревья. Администрация курорта просит жителей быть внимательными и осторожными. А в ЛАО введен локальный режим ЧС. В ночь с 3 на 4 декабря на пляже поселка обрушился шторм. Волны разбили большую часть набережной. Оценить ущерб, который нанесла стихия, прибыл глава Сочи Анатолий Пахомов. Пострадавших, к счастью, нет. Разве что местные предприниматели подсчитывают убытки. Карина Барсигян работает на этом пляже 15 лет. Ее магазин открыт круглый год, правда. Такая разруха возле торговой точки вряд ли привлечет клиентов. Как стихия уносит ее прибыль, она видела своими глазами. Вышла во дворе и видела, что волна прямо идет ко мне. Вот сюда, около магазина даже было. Очень страшно было. Разрушилось все. Душа плачет. Я вижу все. Мне очень обидно это все. Мы каждой весной делаем ремонт. Каждой весной все, новое все делаем. И чтобы народ был у нас, чтобы отдыхали, чтобы мы работали. Это наш кусок хлеба. Опасения предпринимателей развеял вскоре глава курорта Анатолий Пахомов. Он прибыл в поселок, чтобы оценить ущерб и наметить фронт работ. После осмотра набережной ничего не оставалось, как ввести локальный режим ЧАЭС. Слишком велики разрушения. Ущерб, который нанесла стихия, он колоссальный, конечно. Винить кого-то, кто в 90-е годы заложил неправильно береговое укрепление, не берусь. Потому что предусмотреть все невозможно. Мы еще раз хотим сказать, как бы мы ни укреплялись, мы живем в зоне достаточно экстремальной. А вот поправить дело вполне возможно. Глава Сочи дал поручение провести все необходимые экспертизы и приступить к разработке проекта берега укрепления. На эти цели городские власти готовы выделить 15 миллионов рублей. Глава набережной необходима для населения, для отдыхающих. Это основа основ для этого населенного пункта и не только для этого. Поэтому проект будет готов. Сделаем бетонное укрепление, а потом уже с предпринимателями будет делать набережную. По совместному решению город взял на себя обязательства по берегу укреплению. Арендаторы и собственники пляжей по благоустройству территории. В первую очередь это в их же интересах. При этом с лица прибрежной зоны Лао могут исчезнуть коммерческие объекты. Прежде всего те, что мешают свободной прогулке вдоль моря. Восстановить набережную поселка совместными усилиями планируется до начала летнего курортного сезона. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Но не везде шторм нанес колоссальный ущерб. В Адлерском районе на устранение последствий стихии властям города потребовалось всего пару дней. Прогулка по Америтинской набережной сегодня так же приятна, как и неделю назад. Свежий морской воздух вокруг чисто и красиво. Гости курорта и местные жители отмечают, здесь успевают все держать в надлежащем виде вопреки всему. И даже стихии. Хотя работы природа, конечно, добавила. В выходные морская волна переливалась через набережную и уходила далеко за ее пределы. Мы как бы тут живем в отеле, прям рядышком гуляем часто, видим, как бы, ну, оперативно довольно все убрали. То есть, ну, по сравнению, как было, да, это все очень быстро сделалось. Я здесь гуляю каждый день. Разницы абсолютно не вижу такой вот кардинальных изменений каких-то в плохую сторону. Ну, то есть, все хорошо. Набережная вполне красивая. Осталась такой же прежней красивой, как и была. После урагана немножко песка было насыпано. Но я понимаю, все, кто работает в определенных кафе, убирают участок около себя или, может быть, убирает администрация. Как бы я точно не знаю. Но набережная через два дня уже чистая. Шторм бушевал в Сочи почти двое суток. Результат шестибальной волны ликвидировали за пару дней. Сочинцы говорят, сегодня о прошедшей стихии почти ничего не напоминает. Были приняты все меры, переведены все службы на усиленный режим работы. Вот. Когда случилась стихия, по Адлерскому району порядка ста человек вышли на ликвидацию стихии. Было повалено порядка сорока деревьев. Вот. Была размыта часть набережной. В то время, как одни делали фотографии бушующего моря, другие практически по следам волны восстанавливали разрушение. Еще до начала шторма на дежурство заступили специалисты, а после его окончания здесь прошел большой субботник. Сочинцы, управление по курортам, торговле, наша администрация вместе с ТОСами, с казачьими дружинами, все вышли и убрали территорию. Все сочинцы понимают, что лучше жить, когда чисто, лучше жить, когда благоустроено. Ну и у нас много отдыхающих. Волны улеглись, набережная и улицы города приведены в первоначальный вид. Но сезон зимних штормов только начался. Когда будет следующий, заранее никто не может знать. Тем не менее, первый экзамен городские власти сдали на отлично. И к другим новостям. Сегодня в 7 утра на Бытхе автобус сбил пенсионерку. 26-летний водитель наехал на 72-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Причиной ДТП стали обледенение проезжей части и несоответствие скорости погодным условиям. В момент ДТП пассажиров в автобусе не было. Пожилая женщина получила множественные травмы и была госпитализирована. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Ну и еще одно ДТП произошло сегодня в центре города. Рядом с ЦУМом столкнулись мотоциклисты и легковой автомобиль. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, белый внедорожник на перекрестке поворачивал на Советскую. В это время произошло столкновение с мотоциклом. Молодой человек пролетел с десяток метров и едва не сбил с ног пешеходов. Несмотря на то, что он был без защитной экипировки, переломов у него нет. Как сообщают очевидцы в интернете, водитель мотоцикла – гость из Москвы. Украл и стал звездой интернета. В Сочи задержан подозреваемый в краже. В дежурную часть обратился директор магазина по продаже строительных инструментов. Как сообщила женщина, из торгового зала пропал лазерный уровень стоимостью около 19 тысяч рублей. Следственная оперативная группа опросила работников строительного магазина, а также просмотрела записи камер видеонаблюдения, которые находились в зале. Было установлено, что кражу совершил мужчина в возрасте от 55 до 60 лет. Злоумышленник взял с витрины лазерный уровень и положил его во внутренний карман куртки. После чего несколько раз прошелся по магазину и вышел из помещения. Задержать подозреваемого по горячим следам стало возможным благодаря своевременному обращению в полицию и полученным записям с камер видеонаблюдения. В ходе отработки полученной информации оперативниками уголовного розыска удалось в кратчайшие сроки обнаружить местонахождение и задержать злоумышленника. В результате был задержан ранее неоднократно судимый 57-летний сочинец, похищенный изъято и возвращен в магазин. Стоимость его немаленькая, 19 тысяч, то есть это зарплата, практически зарплата сотрудника. И все, конечно, очень стали переживать и принимать решение, что же нам делать. Мы обратились в нашу полицию и еще выложили, конечно, в интернет. Ну, спасибо, настолько быстро, оперативно ребята сработали. Большое спасибо полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Следствие продолжается. Полицейские не исключают, что задержанный причастен к ряду аналогичных преступлений на территории города. И продолжаем. 350 педагогов из всех федеральных округов России и гости из 16 стран. Таков состав участников третьего международного педагогического форума, который сегодня открылся в Сочи, расскажет Елена Всецина. Среди участников форума около 200 педагогов Краснодарского края. Все они ежедневно преподают детям русский язык и литературу, приобщают их к чтению. А здесь на форуме обсуждают новые методики преподавания. Об этом шла речь и на пленарном заседании, и на секционных занятиях. В Сочи форум проводился два года назад в составе ассамблеи, когда была ассамблея русского мира. Сейчас уже третий раз, и каждый следующий форум – это шаг к нашей общей цели. А общая цель – это укрепление позиции русского языка, продвижение его за рубежом и совершенствование его изучения и преподавания. Для зарубежных преподавателей участие в Конгрессе – получение информации о новинках преподавания. В Испании, например, в школах не учат русский язык, но с 94-го года русисты бьются над этой проблемой. У нас огромный интерес к русскому языку, потому что я преподаю на факультете переводчиков Крановского университета и на факультете гуманитарных наук. Представляете, каждый год 35 студентов на первом курсе, и причем это максимум, который мы можем... А сейчас вызов, самый большой вызов, который уже с 94-го года, если не раньше, это именно ввести русский язык в школу. Я думаю, что факт того, что сейчас, конечно, и население русскоговорящее на юге Испании... Педагогический форум под названием «Русский мир. Образование будущего» продлится два дня. В его рамках состоится награждение победителей конкурсной программы, представивших лучшие проекты в сфере образования. Также участники форума посетят центр «Сириус», где пообщаются с одаренными детьми из различных регионов России. Елена Авсетцина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Строительную площадку сегодня посетил глава города. Анатолий Пахомов лично проверил, как идет возведение новой школы и детского сада в поселке Верхняя Беранда. Замечания звучали в адрес подрядчика. А в чем причина, расскажет Рината Шипулина. Строительство 88-й школы и детского сада в поселке Верхняя Беранда было начато еще в 2015-м. Осенью этого года здесь вновь начались работы. При этом учебный процесс для юных жителей поселка не прерывался. В настоящее время дети из 88-й школы обучаются в 91-й. Сейчас там занятия идут в полные две смены. 400 человек учатся в небольшом здании. От 88-й до 91-й школы порядка пяти километров. Мы осуществляем подвоз и школьными автобусами. 200 школьников сегодня учатся в соседнем селе и ждут переезда в стены нового комплекса, где по проекту, помимо классных комнат, предусмотрены спортивный зал, мастерские, актовый зал. Школа была у нас очень-очень старенькая, трещины. Последние годы вообще аварийная была, поэтому пришлось нам переехать в здание якорной школы 91-й, а у нас строится новая школа. Жители прямо с благодарностью ждут, когда это открытие будет. В следующем учебном году школа должна принять учеников. Задержка по строительству недопустима, подчеркивает глава города, находясь на объекте. Сегодня здесь уже двухнедельное отставание от графика. Темпы надо увеличить, а потом я вас предупреждал, что потом может и с деньгами не быть хорошо, вы должны брать кредиты, но строить. И строить без всяких разговоров, без того, что у нас мороз пошел там, или у нас еще что-то. 172 миллиона рублей необходимо для завершения строительства. Это деньги муниципального бюджета, краевого и средства шефов. К концу года, как и предусмотрено проектом, корпуса школы и детского сада должны быть выведены под крышу, потребовал глава города. График или дорожная карта очень жесткие должны быть, чтобы было понятно, какое количество рабочих должно быть, какие должны быть выполнены работы. И будем ежедневно осуществлять контроль за графиком, для того, чтобы все-таки успеть. Во что бы то ни стало, мы в обязательном порядке. Мы школу эту сдадим в августе 2017 года, а 1 сентября в эту школу пойдут дети. 226 человек сможет принять новая школа. Появится возможность обучения в одну смену. Больше 40 малышей пойдут в детский сад, которого здесь не было никогда. Еще в 50-е годы прошлого века здесь было построено первое крыло школы. В 60-е появилась пристройка. Это было одноэтажное здание с цокольным этажом, под которым не было даже как такового фундамента. Оно стояло на брусьях. По завершению строительства это будет монолитное трехэтажное здание школы и двухэтажный детский сад. Между тем, программа по строительству школ в рамках софинансирования продолжится. Сегодня отметил Анатолий Пахомов в работе проекты по строительству школ в Совет-Кладже, в селе Веселом и школы в Дагомысе. Рината Шипулина, Демитр Даниловский, телекомпания ФКТ. А вот отрасли здравоохранения в Сочи есть чем гордиться. Новое оборудование появляется как в больницах, так и поликлиниках. Современные аппараты не только упрощают работу врачей, но и делают качественным и оперативным лечение. О некоторых новинках в материале Татьяны Говорковой. У меня поликистоз почек обнаружили. Этот аппарат продляет жизнь мою. У меня отец умер 47 лет от того же самого. Я, в принципе, хочу жить. Продлить жизнь Романа Романенко, как и многих других пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, можно с помощью аппарата «Искусственная почка». Процедуру гемодиализа каждый пациент должен проходить больше 150 раз в год. То есть приходить в это отделение три раза в неделю и лежать в среднем по четыре часа. До недавнего времени в отделении гемодиализа городской больницы номер 4 было всего семь таких аппаратов. Теперь их 11. А значит, лечение здесь смогут получать 60 человек. Мы работаем самыми современными, самыми лучшими диализами, фильтрами, самым лучшим расходным материалом. Поэтому, как правило, с очисткой крови у наших пациентов в процессе процедуры гемодиафильтрации проблем у нас никогда не возникает. Такое заболевание, которое предполагает собой в своей терминальной стадии либо прохождение процедуры искусственной почки пожизненно, либо прохождение процедур почечной заместительной терапии, то есть искусственной почки, до того момента, когда человеку будет пересажена донорская почка. Программа трансплантации органов в Краснодарском крае развивается стремительно. И уже десятки сочинцев стоят в очереди на проведение такой операции. Кстати, в отделении гемодиализа 4-й горбаницы обслуживают не только местных жителей. Для так называемой гостевой терапии потребуется подробная выписка из диализного центра по месту жительства, результаты анализов на ВИЧ, гепатиты, паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Самое главное, подчеркивают врачи, это своевременное обращение. Чтобы выявить заболевание на ранней стадии, нужно регулярно сдавать анализы. Все необходимые исследования проводятся не только в коммерческих лабораториях, но и в муниципальных поликлиниках. Во второй, например, которая находится в Адлере на улице Гудаутская, появился новый автоматический биохимический анализатор. Он позволяет проводить биохимические и турбодиметрические тесты. В настоящее время в нем запрограммировано около 60 тестов, но он постоянно увеличивается. Биохимический анализатор может за час определять до 400 показателей параметров крови и одновременно загружает 135 образцов. Результаты анализов готовы в течение трех часов. Такая современная аппаратура не только предоставляет точную информацию, облегчает работу лаборантов и врачей, но и экономит время пациентов. В следующем году мы планируем запустить у нас в лаборатории информационную систему. То есть, придя в лабораторию, когда принесут пробирку, она, отсканировав ее, она попадает в электронную базу. И, пройдя через все анализаторы, автоматические результаты будут привязаны именно к определенному пациенту. Таким образом, все результаты анализов будут представлены в электронной базе, доступ к которой будет как у лечащего врача, так и пациента. А главное, что и бесплатная медицина может давать высокоточные результаты, обеспечивать качественное и комфортное лечение. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи отмечают 60-летие победы над малярией. В честь этой памятной даты у памятника Сергея Соколова, заслуженного врача, создавшего на Черноморском побережье эффективную систему искоренения малярии, состоялся митинг памяти. Продолжит Инга Габешия. Именно 6 декабря 1956 года Соколов, 30 лет воевавшись с болотной лихорадкой, объявил, что за прошедший год в Сочи не было ни одного случая заболевания малярией. Чтобы искоренить это инфекционное заболевание, советский бактериолог осушал заболоченные местности, нефтевал водоемы, принял решение высаживать в Сочи эвкалипты. Но спасительница Черноморского побережья, сам Сергей Юрьевич, считал уникальную рыбку-гамбузию. Сегодня на курорте ее называют «золотой». И продолжая дело Соколова, сочинцы так же, как и 60 лет назад, размножают и выпускают гамбузию в местные водоемы. Главные действующие лица подобных акций – школьники и воспитанники эколого-биологического центра, который не только чтит память Сергея Соколова, но и носит его имя. Во всех этих мероприятиях, во всех, патриотических, профилактических, самое важное – воспитание. То есть мы должны воспитать людей, которые не допустят разрушений каких-то. Все идет от воспитания, от того, что в голове. Наши акции, как акции, как дела, оно имеет, конечно, значение. Оно, наверное, маленькое в размерах города, но это воспитание. Это воспитание, которое, мы надеемся, принесет свои плоды. Есть в Сочи и инициативная группа по сохранению памяти Соколова. Цветы общественники приносят и к памятнику, и на могилу борца с малярией. А вот Наталья Шарафудинова Соколова благодарит за собственную жизнь. В те страшные для Сочи годы врач спас ее маму с семьей. Благодаря Сергею Юрьевичу Соколову этой станции, вот, они остались живы и прожили уже долгие годы. Мама, уже будучи в преклонном возрасте, меня очень просила, она сама медработник тоже была. Я прошу тебя, не забывай Соколова. И вот эту память мы решили нести, пока мы сможем. Хотелось бы, чтобы более молодые уже инициативу эту взяли и продолжали. Ведь этот человек, который вот наш город сделал таким вот курортом, местом отдыха, местом встреч, проведением олимпиады, форумов, ну, только благодаря Сергею Юрьевичу, что победили мы малярия. То, что именно Соколов является основателем города, подчеркивает и мэр Сочи. Ведь с полной победы над малярией и началась история Сочи как всесоюзного курорта, подчеркивает Анатолий Пахомов. К слову, именно глава города стал инициатором возрождения доброй традиции. В рамках многочисленных акций в городе не только размножается гамбузия, но и высаживаются эвкалипты. Только этим летом сочинцам было роздано более миллиона семян этого вечно зеленого и, главное, целительного для Сочи растения. Ну, а ко дню города в Сочи новую жизнь получили тысячи саженцев эвкалипта. Своё дерево глава курорта посадил в Амеретинской низменности, в самой болотистой территории Сочи. Ну, а очередной митинг у памятника Сергею Соколову намечен на 4 августа, в день рождения, известного каждому сочинцу врача. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сегодня утром студенты сочинских вузов и учреждений среднеспециального образования сдавали нормы ГТО. Несмотря на бодрящую погоду, желающих заработать серебряный или золотой значок было немало. Для Сочи сдача норм ГТО стала нормой. Вот уже второй год и школьники, и студенты бегают, прыгают, подтягиваются и отжимаются. Каждый сам для себя решает, участвовать в фестивале или нет. Оценивает спортивные возможности ребят специальный центр тестирования департамента физкультуры и спорта администрации города. В основном они выполняют обязательные нормы комплекса ГТО. Это бег на короткую дистанцию 60-100 метров, это силовые испытания, это гиря 16 килограмм, сгибание-разгибание рук упори лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивания из положения. Они разработаны таким образом, что даже неподготовленный человек, который занимается, уделяет 15-20-30 минут в день зарядки или какому-то легкому бегу, он вполне может выполнить любой из видов испытаний на золото. Новые товары, скидки и новогодние акции – все это ждет покупателей торгового дома Людмила Плюс. Скидки, акции и специальные предложения. В торговом доме Людмила Плюс, как всегда, много новогодних сюрпризов для постоянных и новых клиентов. Плитка десятков видов, в наличии и под заказ. На отдельный ассортимент скидка 5%. На любой вкус, разного размера, формы и цвета. Для ванных, комнат и кухонь. Здесь плитка спокойных тонов с традиционным рисунком, есть и необычные коллекции. А вот бордюры и декор можно купить по рекордно низкой цене – от 10 рублей. Такой вот новогодний подарок для любимых покупателей. То есть, это максимальная цена где-то около 50 рублей. Очень хорошие бордюры. Можно украсить великолепно свое помещение. Для гостиниц, санаториев, для частных домов отдыха мы предлагаем большой выбор душевых кабин. Унитазы, раковины, мебель для ванной. Причем, душевые кабины у нас установка и доставка бесплатная. Для любителей водных процедур Людмила Плюс предлагает душевые кабины любого цвета и дизайна с разным набором функций. Ну а мебель для ванных комнат и санфаянс по сниженным ценам. Торговый дом – это действительно дом. То есть, это дом, в котором можно приобрести мебель, заказать натяжные потолки, купить очень необычный кофе. Людмила Плюс хочет предложить новый продукт для жителей и гостей. Это секонд-хенд, скорее бы я назвала это сток, итальянская одежда, разнообразные джимпера, джинсы, пальто, куртки. Вот, например, мебельный салон «Формула Уюта» предлагает изготовление кухонь из массива или пластика, а также шкафы-купе, перегородки, комоды, спальни и другая мебель по индивидуальным размерам. Действует новогодняя скидка – 10% на встраиваемую технику. А это продукция салона «Двери и окна». Здесь металлические двери можно приобрести от 3 тысяч, а межкомнатные – от 2 тысяч, 100 рублей за комплект. А также, например, двери с вот таким оригинальным решением. Одним словом, торговый дом Людмила Плюс теперь дом торговли, где можно приобрести все для дома. Кстати, клиентам магазина советуют сохранять чеки. В Людмиле Плюс по адресу Донская 3.3 проведут уже традиционный новогодний розыгрыш подарков среди покупателей. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров сеть салонов «Ткани для дома» предлагают широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Партнер выпуска – новостей – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.